Впервые тотальный диктат написали 15 лет назад. Тогда желающих проверить свою грамотность было мало, но спустя каких-то пару лет акция завоевала весь мир. В этом году к ней присоединилось почти 80 стран. Только в Барнауле было задействовано 17 площадок, одна из них за колючей проволокой. Ко всероссийской акции присоединились 25 осужденных. Среди них есть те, кому 18, и те, кому 50. Но всех их объединяет одно. Они в первый раз взяли ручки, чтобы написать тотальный диктант. Заключенные исправительной колонии номер один волнуются, как школьники. Двойка в журнал им, конечно, не грозит, но ударить в грязь лицом не хочется никому. В троечке мне достаточно было бы. Диктант сложный, очень сложный. Сознательным препинанием есть проблемы. Там наугад не... А как? Где-то наугад и приходится, конечно. Применять знания, а не расставлять знаки препинания на удачу. Именно этому учат заключенных педагоги. Кстати, в распоряжении осужденных книги, учебники и время, которые они тратят не впустую. В колонии есть люди, у которых стопроцентная грамотность, и они хотят ею похвастаться, говорит педагог Елена Пузырная. Нет ничего из того в данных диктантах, что не проходили бы ученики в школе. Поэтому посещение школьных уроков русского языка, уроков литературы, ну, способствует тому, чтобы хорошо подготовиться к диктанту. А это Ран Хиггс. Президентская академия народного хозяйства была выбрана площадкой номер один для написания тотального диктанта. Проверить свою грамотность пришли около ста человек. Здесь и дети, и люди солидного возраста. Перед диктантом развлекательное видео, скажем так, чтобы разрядить обстановку. Мы планируем зарегистрировать всех грамотных людей России при помощи тотального диктанта. После этого эти люди автоматически получат статус памятника культуры. В этом году автором тотального диктанта стал известный писатель Павел Басинский. В Барнаул сам автор, конечно, не приехал, но его текст читали не менее знаменитые люди. В Ран Хиггсе это учитель года Алтая 2002 года Галина Синицына. Текст диктанта довольно сложный, как и всегда, признаются филологи. Но попробовать свои силы стоит каждому, причем можно даже без подготовки. Материалов огромное количество. Можно готовиться, можно просто прийти с чистого листа, и, что называется, по остаточным знаниям проверить свой уровень грамотности. Работы барнаульцев уже оценили. Из тысячи участников пятерка лишь у семерых. В список отличников попал и 25-летний осужденный из правительной колонии номер один. Его ждет сюрприз. Какой пока секрет. Без подарка не останутся и другие отличники. Их ждет пицца. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.